Итак, мы продолжаем наш разговор о сборной России по футболу. С вами снова Константин Калуцкий, и мы сосредоточимся на очередном матче отборочного этапа чемпионата мира, на встрече против славянцев в проклятом, можно сказать, для нас городе Марриборг, где нам исторически было очень тяжело играть. Ну и, в общем-то, очередная встреча вышла нервной и крайне событийной. Здесь мы получили, наверное, лучший отрезок сборной России под руководством Карпина в первом тайме. Сборная выглядела очень круто, очень здорово. Забила два мяча со стандартов и казалось, что все идет великолепно. Но дальше, знаете, по нашей такой русской традиции начались проблемы. Вот скучно нам добиваться успеха просто так. Нужно создать себе какие-то трудности. Или просто сами трудности приходят к нам. Вот и тут, после забитого мяча, один из героев этого самого эпизода, Дивеев получил травму как раз в моменте с забитым голом. И после этого пришлось перестраивать оборону. Словенцы включили пятую передачу. И тут уже смогли еще до перерыва сократить отставание в счете. Здорово активизировались. В общем, знаете, вот как-то резко сюжет игры поменялся. Поэтому, знаете, если вдруг какой-то нейтральный зритель смотрел бы этот матч, то он бы наверняка был доволен зрелищем. Ну, а мы, конечно, получили очень много нервных минут. Ну, давайте, в общем, разберемся в этой встрече. Попытаемся понять, как здесь играла Россия. Как потом переломил их от этой встречи Словения. Как потом еще развивался сюжет этой игры. Потому что здесь много было эпизодов, которые стоит обсудить. Все мы сейчас и разберем потихонечку, по очереди и максимально обстоятельно. Сперва хотелось бы посоветовать вам замечательный YouTube-канал под названием «Футбольная энтропия». Этот канал ведет очаровательная девушка, что для нашего русского футбольного YouTube большая редкость. Ну, и что характерно, эта девушка задается самыми, такими, знаете, тонкими и интересными вопросами, касающимися футбола. Она пытается разобраться в том, кто управляет «Спартаком», какова ситуация в сборной России, какова ситуация в красно-белом клубе и в других больших коллективах нашей страны. Она пытается проникнуть вглубь футбольных явлений и понять их истинную природу. Поэтому, если вы хотите вместе с этой замечательной девушкой погрузиться в пучину нашего российского нагомеча, нашего российского футбола, то проходите на канал «Футбольная энтропия». Там очень много интересных роликов на самые разные и злободневные темы. Ну и, разумеется, подписывайтесь и следите за ее обновлениями. Ну и начинаем, конечно же, со стартового состава, потому что здесь были произведены определенные перестановки. Вполне себе ожидаемо. В матче против сборной Словакии мы хоть и добились нужного результата, но футбол показали, прям, скажем, так себе. Поэтому изменения были необходимы. В Центре обороны вышел Девеев и Джикия, а Сипенко появился чуть позже, вынужденно, но изначально связка была вот эта 2D. Двухмерная, можно сказать, переводя на язык компьютерной графики. Ну и эти самые 2D фактически являются основной нашей связкой, ведущей, и, знаете, пока они играли, было достаточно спокойно. Да, были моменты у славянцев, но я бы не сказал, что славянцы что-то вот такое серьезное создавали. А вот то, что эта связка в какой-то момент распалась, вынужденно, опять же, породило определенные проблемы и неприятности. Что касается флангов, справа появился Сутармин, капитан команды, между прочим. Вот так вот продолжает у нас менять, скажем так, главных футболистов на поле. То Баринов, то Кузяев, то еще кто-то. Вот теперь Сутармин, хотя, казалось бы, только недавно он у нас дебютировал за сборную России, но вот второй матч и уже капитан. Интересная практика, ничего не скажешь. Слева Кудряшов. Кстати, один из самых опытных футболистов. Формально, наверное, он должен был бы стать капитаном, но такова, скажем так, методика Карпина. Так он, видимо, пытается показать всем футболистам, что они значимы, и что каждый из них должен в нужный момент взять на себя капитанские функции. Кудряшов здесь появился вместо Терехова, что любопытно, потому что Терехов в предыдущей встрече со Словаками поучаствовал в забитом мяче, с одной стороны. С другой стороны, общее впечатление от его действий было средненьким. Часто ошибался, часто провисал на своей позиции, и вместо него вышел Кудряшов. Прямо скажем, тоже футболист неоднозначный, учитывая то, что в Турции он играет мало, учитывая то, что возраст уже солидный, да и то, что он в последние годы в центре обороны играл зачастую эффективнее, чем на фланге. В общем, здесь сомнений было на самом деле много касательно обороны и касательно флангов. К сожалению, кадровые проблемы у нас продолжаются. Половины ведущих футболистов нет. Головина, Дзюбы, Майо Фернандес закончил выступление. В общем, тяжело сейчас Карпину, и это, конечно, нужно учитывать. Разбирая данную встречу, с составом были проблемы. Сафонов, правда, на воротах тут все стабильно. В опорной зоне провелся Байеров, а рядом с ним Фомин, который заменил Ерохина. Ерохина, который не лучшим образом отыграл матч против Словакии, а вот Фомин был нашим лучшим креативщиком в первом тайме, так что здесь, если брать стартовый состав и стартовый план, наверное, Карпин вполне себе угадал с появлением Фомина. Плюс, разумеется, Кузяев. Ну и в атаке Смолов, вернувшийся в состав после дисквалификации Миранчук, и здесь же в атаке, появился Зелимхан Бакаев. Таким образом, Захарян, который начинал предыдущую встречу с первых минут, здесь остался на скамейке запасных. Даже несмотря на то, что он фактически стал автором голевой передачи наш Криньера, потому что именно после прострела Бакаева словацкий футболист срезал мяч в свою сетку. В общем, такие были перестановки, три изменения, ну и в принципе все три изменения более-менее понятные. С другой стороны, вот тот же самый Размин Терехова на Кудряшова, ну, сами понимаете, Федя сейчас уже немножко не тот игрок, что был хотя бы там 2-3 года назад. Поэтому то, что многие проблемы в обороне у нас возникали именно с левого фланга, это не случайно. Ну и вообще, Словакия очень активно задействовали бровки. Тот же самый Сутармин еще в первом тайме мог получить красную карточку запросто, там был момент. И другие зоны, смежные, скажем так, тоже нагружались максимально активно. Ну, например, Словакия очень активно пытались проникать между центральными защитниками и фланговыми, то есть в зону полуфланга шло много атак. И первый опасный момент был создан именно отсюда. Ильичич вломился, ворвался, как январская вьюга, и мог забивать, слава богу, пронесло. В общем, славянцы здесь прочувствовали слабое место в нашей сборной. И если посмотреть на ту же самую тепловую карту сборной этой югославской страны, то здесь видно, что они очень активно работали на бровках. И, в общем-то, здесь, как мне кажется, основные кулаки их, основные силы и концентрировались. Они понимали, где у нас уязвимая позиция. С другой стороны, хотелось бы отметить, что славянцы, особенно в первом тайме это было заметно, очень неровно действовали. У них были яркие отрезки на старте первого тайма, а вот дальше они могли просто исчезнуть с футбольного поля. И тут, в этот момент, после стартового натиска хозяев, вы знаете, как положено. Хозяева должны обозначить свои преимущества на своем поле. Вот после этого настал момент, когда славянцы явно просели, и тут наша сборная включилась. Можно долго рассуждать о том, что два меща мы забили со стандартов, и что в каком-то смысле тут еще немножко повезло. Где-то славянцы на ровном месте допустили детскую ошибку, где-то еще что-то. Но, во-первых, стандарты это тоже часть футбола, их тоже нужно учитывать. Во-вторых, стандарты были заработаны в очень, такой, знаете, напряженной обстановке у ворот соперника. То, что мы действительно поджали славянцев, создавали один момент за другим, и эти стандарты, они полностью вытекали из логики игры. То есть преимущество наше было настолько ощутимое в тот момент, что счет 2-0, мне кажется, достаточно скромным результатом того отрезка встреч. Там мы могли забивать еще. Мы помним, что Облак, который, конечно, да, накосячил сначала, там чуть было не привез пенальти, который потом все-таки был отменен. Но, опять же, обратите внимание, что Облак дальше начал тащить свою сборную. И если бы не он, то славянцы летели бы со счетом 4-1 где-нибудь в первом тайме. Потому что там и у Сатарминай, и у того же самого Баринова был отличный момент, и у Смолова. Вот в этом эпизоде было заметно, что славянцы-то, знаете, не так идеальны в плане обороны. Да, они в прошлом матче отстояли на ноль, но здесь было заметно, что можно прорывать эту защитную линию. И не только со стандартов. Поэтому здесь стандарты, да, стали оружием победы. Я, кстати, отмечал это перед матчем еще, что стандарты могут принести нам забитые мячи, но они полностью вытекали из тех атак позиционных, которые мы строили. Здесь неожиданно для всех сборная России, которая ранее испытывала серьезные проблемы с конструированием игры первым номером, здесь сборная России начала создавать один момент за другим. И это было очень круто. В результате, к сожалению, в одном из этих забитых мячей была, так скажем, своя ложка дегтя в бочке меда. Это травма Дивеева. Его пришлось менять на Осипенко. И Осипенко, конечно, классный защитник. Мне он всегда очень нравился, и в эту встречу он вошел изначально неплохо. В первом же эпизоде головой удачно сыграл и разрядил обстановку. Но дальше, понятное дело, перемены в обороне не могли не сыграть свою роль. Не потому что Осипенко прям плохой игрок, а потому что сыгранность определенная и слаженность теряются. Тем более, когда происходит экстренная замена. А в обороне слаженность всегда очень важна. И как итог, мы, к сожалению, не удержали счет 2-0 в первом тайме. Пропустили мяч, как и следовало ожидать, Ильичич его забил. Ну и здесь хотелось бы отметить важный нюанс, что мы, в принципе, моментами очень неплохо прессинговали славянца в первом тайме. Это было прям круто. Проблема в том, что когда славянцы выходили из-под прессинга, мы очень часто оказывались, ну, скажем так, не готовы к вот этой волне атаки. Когда славянцы уже против несколько такой разряженной обороны сборной России шли вперед. Потому что, понимаете, прессинг — это здорово. Но если прессинг не удался, и соперник, в данном случае славянцы, вышли из-под него, то они дальше разгоняют атаку против команды, которая уже не в полном составе отошла в оборону. И вот здесь как раз мы очень часто провисали после неудачных попыток прессинга. И хочу сказать, что все, Карпин должен отменить прессинг в нашей сборной, но вот этот момент нужно, конечно, отработать. Потому что здесь очень много проблем в этой встрече возникло именно после таких ситуаций. При этом хотелось бы отметить, что славянцы, конечно же, активизировались в концовке встречи. И там было очень нервозно. Но я бы не сказал, что они прям создавали что-то эдакое в первом тайме. У них по-прежнему были большие проблемы с созиданием. И, в общем-то, опасные моменты возникали в основном за счет действия одного отдельно взятого выдающегося футболиста Ильичича. В целом, в первом тайме мы увидели фактически равное владение 50 на 50. Небольшое преимущество России по ударам 8-7. Поэтому в целом был равный по статистике тайм. Но по количеству опасных моментов, реально опасных, мы действовали существенно интереснее славянцев. И, повторяю, по первому тайму мы должны были забивать больше. Ну, а если говорить о втором тайме, то здесь, конечно же, картина и статистика поменялась. Тут уже славянцы больше владели мечом. И было, конечно, напряженно у наших ворот. Мы все хватались кто за валидол, кто за рюмаху, чего покрепче. Но вы знаете, вот так если отбросить в сторону эмоции, все-таки мы переживали за нашу сборную и очень активно болели. Но вот если отбросить в сторону эмоциональную составляющую, то по факту славянцы, кроме индивидуальных действий Ильичича, ничего толком не создали. И во втором тайме, мне кажется, мы были как-то поближе к забитым мячам, чем славянцы. Да, напряжение было, да, они осаждали нашу штрафную. Но, обратите внимание, оборона даже в таком реорганизованном состоянии выстроила. Во многом потому, что вот был перерыв, за время которого Карпин смог, видимо, поднастроить оборону вместе с Осипенко. Плюс Карпин эффективно вводил в бой свежие силы. Захарян, Заболотный, 2З, так скажем, такая связочка. И в результате Заболотный много цеплялся впереди, боролся, бодался. Захарян тоже помогал. Дальше там же и Ерохин с Чистяковым подключились. У славянцев такого запаса нет. Хотя их вундеркинд, 18-летний, из Рэдбул Зальцбурга, который появился на поле и начал терроризировать нашу оборону, он, конечно, выглядел неплохо. Но в остальном было понятно, что у славянцев нет какого-то суперрезерва, чтобы взломать эту игру и перевернуть ход встречи окончательно. Да, они в концовке первого тайма смогли поднажать, забить. У них даже были шансы там забить еще один мяч. Но, вы знаете, мне кажется, что Россия здесь заслужила победу. Заслужила и, наконец-то, в этом проклятом мэйбое мы добились трех очков и продолжаем борьбу за первое место в нашей группе. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.